Всем привет! Давайте затестим нового героя с 5 сезона, Мирисанг, и посмотрим получится ли у нас зарядиться после ее ульты, так как она сначала срезает ману, а потом ее еще и замедляет. Здесь она сразу на втором разлиме, то есть у нее просто дикие статы. Ну и также посмотрим как она будет держать оборону. Здесь три героя на втором разлиме, также здесь будет сходу стоять таунт. В общем давайте в первом тапке возьмем три фиола, два желтых, ну и попробуем их разобрать. Полетели! Так, у нас сходу есть сразу три фиолетовых камня, даже четыре. Я одну пантеру поменял на оникса, ну можно было в принципе и не менять. Так, ну давайте сначала три желтых пробросим. И дальше как лучше сделать-то? Я даже не знаю, тут вообще никого не хочется заряжать. Ну давайте вот так пробросим. Так, у нее смотрите, этот уже появился шип 311 хп. Ну это, скажем, не самое страшное, что сейчас будет. Давайте вот так вот. Есть еще тройка желтых подъезжает. Так, смотрите, все, она зарядилась. И мы немного не успеваем. Давайте тогда по-любому вот так тройку, хотя можно было, наверное, не пробрасывать. Так, вот она ультует, как у нее анимация выглядит. Ну в принципе отлично. Так, и смотрите, она, короче, да, срезала все ману. Замедлила на 14% и еще и повесила дот урон песком. 124 заход. Так, и теперь ультует Арамис, он сейчас просто всех отхилит. Надо было ту тройку желтых не пробрасывать, мы бы сейчас смогли бы дозарядить наших, скорее всего, героев. Ну а сейчас здесь уже как бы все. Да. Ладно, давайте вот так вот просто взорвем, ну и следующим тапком зайдем. Во втором тапке давайте возьмем очень быстрых и думаю у нас будет все шансы их зарядить. Так, фиолетовый есть, да. Две тройки мы уже собираем. Давайте вот так вот пробросим. Так, окей, мы как бы фиолетовых-то зарядили, но у Людвига еще два хода. И как раз она, смотрите, уже тоже готова ультовать. Давайте тогда вот так пробросим. Так, давай только не заряжай никого здесь. Так, окей, пускай срезает. У нас все равно будет Аграфена. Так, у этого, блин, сколько еще ходов? Еще один. Так. Ну мы можем вот так вот, в принципе, зеленый вправо пробросить. И мы ее вынесем, но зарядится Людвиг сразу. Этого бы не хотелось. Тогда давайте вот так сделаем. Первую льту ему вот так вот, отхиливаемся. Ну и что-то все равно какое-то получается не то. Людвиг хоть как сейчас успеет зарядиться. Да, вот так можем попробовать. Так, окей, мы ее выносим. Но сейчас будет Агима ультовать просто постоянно. Так, давайте. Все-таки мы этого-то успеем вынести. Да. Еще вот так вот тройку пробросим. О, есть. Хонсу зарядился. Да, Хонсу же ему 50% набросилось. Так, ну еще есть все шансы их как бы вынести. Давайте вот так пробросим. Есть. 50% у нас есть. Локи, если мы вот так тройку пробросим, он никак не успеет зарядиться. Но все равно нам остается вот так только пробрасывать. Есть, Локи зарядился. Только давай не в него. Вообще молодец просто. Давайте так делаем. И вот сюда тройку. Все, на Х2. Все, до свидания просто. Давайте ее затестим еще вот в такой вот обороне. Здесь нет никаких таунтов. Ну и посмотрим, что у нас получится. Куча просто синих камней и немного есть желтых. Давайте вот так вот побросим. Две тройки. Даже три тройки. Желтых у нас уже собирается. А, нет, не собирается. Нет, собирается неправильно. Сделан, ну ладно. Давайте вот так вот. Блин, только не заряжаю. Окей. И ультуем вот сюда вот. В правый фланг. Можем вот так вот фиолетовый пробрасывать. Так, все, она опять зарядилась. Давайте вот сюда вот туда. О, сейчас еще и мат. Ну-ка, по срезам брони здесь должно прям нормально пройти урона. Ну-ка, вот по фиолетовым сколько пройдет? По 559-600. Ну, в принципе, не так много. Но то, что видите, ману срезает, это, конечно, неприятно. Еще и замедлил. Давайте вот так вот, тройку фиолетовых. Отлично. Сразу отхиливаемся, хотя надо было сначала этим ультануть. Анубисом. Давайте вот так вот. И приподнимем желтый. Ну, походу, здесь тоже что-то, не знаю. Но вряд ли мы сейчас вынесем. О, желтый зарядились нормально. Так, давайте вот сюда вот ультую. Уклонилась, понятно. Это в единичку, как всегда, Ада Линда снизила. И давайте все-таки еще один бой запишем, вот с такой вот стандартной формацией. Хоть здесь так же и будет Людвиг, но возьмем Ариану и попробуем камнями этот снять, его таунт. Так, фиолетовые. Тройка есть фиолетовых. Но, если Бегемот первый зарядится, то это все. Давайте вот так вот пробросим. Да, можно вот так вот вообще пробрасывать. Сюда вот тройку. Так, все, она уже зарядилась. Ну, мы можем вот так вот сделать и пока фиолетовую придержать, пускай она срезает. Так. Давайте вот сюда вот синие пробросим. Отхиливаемся. Так, хоть немного накинь, оп, нет, ничего не накинуло. Так, фиолетовый. Ну и остается только вот так вот пробросить фиолетовый. Есть, мы ее вынесли, но уже повешала вот щиты гатор. Это очень печально. Так. Давайте все-таки вот так тройку еще пробросим. Есть, подъезжают синие. О, Х2. Это просто прекрасно. Так, включаем таунт. Вот теперь не знаю, что сразу попробовать. Все-таки Марьяны, наверное. Давайте все-таки, да. Ультанем Марьяны. Может, она снимет таунт. Да, она сняла таунт. Теперь просто снимаем вот эти вот щиты. Так, окей. И пантера так. Сколько тут у нас? Тысяча. Сначала эту, потом вот эту пантеру. Да. Ну и все, этот остался. У него тут немного прям хп. Ну что, ребят, вот такой вот был герой. Отлично будет заходить и в оборону, и в атаку. И можно смело брать. Какой-то чересчур рембовости у нее нет. В обороне она себя будет чувствовать ровно так же, как и Юпитер, и как Энни. То есть, сходу чуть ко мне нет. Ну и все, можно сказать, до свидания. Прокачивать ее определенно стоит. Целенаправленно ее вылавливать на центр. Если у вас есть Юпитер, Энни и так далее, то это того не стоит. А так, герой, конечно, интересный. Удачи вам в ее поимке. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока.